Сильнейшие зауральские лыжники собрались в Далматове. Здесь прошла рождественская гонка. Так ведущий программы Вести зауралье Алексей Дедов начинает свою подводку к сюжету. Многим местным жителям подобное склонение, что называется, режет слух. В социальных сетях по этому поводу разгораются споры. В Далматове, в Далматово. Вроде бы, если топоним употребляется без родового географического термина, его склонение по падежам обязательно. Вот и они уперлись, что по правилам русского языка надо выражаться, а я считаю, имя собственное может быть исключением. Вечный спор. Географические названия нередко вызывают затруднения. На портале грамота.ру значится, что топонимы славянского происхождения, оканчивающиеся на ОВО, не склоняются в сочетании с родовым словом, то есть неверно говорить в городе Далматове. Это подтверждает и Розенталь. Это происходит по той причине, что имеются другие существительные, но мужского рода, например, Далматов. И вот во избежание путаницы грамотно нужно употреблять в городе Далматово. Если же родового слова «город» нет, то возможны оба варианта – в Далматове и в Далматово. В отсутствии родового слова географическое название Далматово, оно может склоняться, а может быть несклоняемым. То есть допустимы оба варианта. Я живу в Далматове и я живу в Далматово. К сожалению, многие долматовцы не знают, как правильно склонять название родного города. Однако все специалисты сходятся во мнении о том, что коренные жители имеют полное право произносить так, как им привычнее.